Здравствуйте! Приветствуем вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня с вами мы поговорим о корнеплодах. Это очень большая группа интересных растений. Нельзя сразу задать вопрос, что такое корнеплоды, это вас может вызвать затруднения. Когда я расскажу, что корнеплоды бывают разных ботинских семейств, и они относятся, хотя бы в группу корнеплодов, но по семействам они отличаются, и соответственно отличается их агротехника. Знаете, какие бывают корнеплоды? Конечно, самые хладостойкие корнеплоды, которые мы знаем, принадлежат семейству сельдерейных. Это морковь, пастернак, петрушка. Эти корнеплоды все хладостойкие. Любой из этих корнеплодов можно высевать как под зиму, так и весной. Также можно сеять даже и летом, в начале лета, в июне месяце. Вторая группа корнеплодов, это семейная, тоже нам вся знакомая, конечно, это различные свеклы. Свекла, есть еще листовая свекла, называется мангольд. Эти два растения относятся к группе маревых или лебедовых, как разного ботаники трактуют. Вот эти корнеплоды как бы имеют такую особенность, что с их посевом нельзя спешить, потому что если рано посеять в холодную землю, есть такая их особенность, что они вместо корнеплода могут перейти в цветение и позацветают. Позацветают и, соответственно, не дадут то, ради чего мы их выращиваем. Нехороших семенов не получится, с них их нельзя собирать, и корнеплода не получится. Хотя сейчас замечу, что есть сорта, которые прекрасно относятся уже к холодной земле, к холодным температурам. Но об этом расскажу чуть попозже. Ну и третья группа, конечно, самая такая обычная, обычная, которая, ну, чаще более знакомы нам, это капустные. К капустные относятся редиски, редики, репа. Ну, тут вот есть такой вопрос, что некоторые задают, вот есть же чаще дайкон появился, лоба появился. А все эти культуры, значит, это относятся к группе редик, чтобы вы знали. Ну, вот тут уже разнообразие очень большое, потому что среди этих культур, значит, есть такие культуры, которые двухлетние, то есть в один год дают корнеплод на второй год семена, тот же редис однолетний, он в один год может дать и корнеплод, и дать семена. Вот. А вот тут, как бы, есть, у этих растений есть разные нюансы. Они как холодостойкие, вот, но в то же время они, эти корнеплоды, реагируют на длину дня. Например, вы замечали, в чем был ваш, например, сеяли редиску. Вот, сеете редиску, один раз редиска, у вас вырастают хорошие такие корнеплоды, красивые, крупные, сочные, а другой раз у вас все цветушные, корнеплод маленький, сухой. А вы просто не обратили внимания, что первая редиска у вас была посеяна рано весной, а вторую редиску вы сеяли в мае или июне, когда был длинный день. Так вот, длинный день мая-июня провоцирует появление цветов и переход к цветению не только в редиске, но и даже у того дайкона. Даже редьки, летняя редька, опять же при посеве, хотя она считается летний, вот, ее сеют весной, а летом кушают. А вот, если вы не подумаете, посеете в эти месяцы, в мае или июне, значит, вы будете собирать цветоносы, а не собирать уже корнеплоды. Значит, ну, сроки посева. Давайте определимся по срокам посева. Как я сказал, все, которые сельдерейной культуры, можно высевать как по диму, так и весной. Ну, в своей практике, многие ориентируются на лунный календарь. Смотр на лунный календарь, благоприятные, неблагоприятные. Я же смотрю на развитие растений. Так вот, когда зацветает в лесу лесчина, дома зацветает такое растение называется белосветник, значит, земля больше не промерзнет. Я высеваю в открытый грунт все хладостойкие корнеплоды, сельдерейные. Сею морковку, пастернак, петрушку. Высеваю в открытый грунт. Следующий срок посева зацветают у нас крокусы. Зацвели крокусы, можно съесть морковку, можно съесть репу. В общем, в этот период, когда зацвели крокусы, можно съесть большинство корня плодов. Это очень хорошая пора, они все дадут хороший урожай. И вот самое позже, когда уже начинают зацветать абрикос, это получается конец апреля, где-то 25 числа, только начинают высевать столовую свеклу. Если это обычные сорта, типа красного шара, типа там всей там детройтской или бордо, тоже старый известный сорт, тогда высеваю. Потому что, я как сказал чуть раньше, эти сорта, если вы посеете рано, значит, они у вас могут вытвести, а не дать корнеплода. Корнеплоды, значит, культуры, все корнеплоды, что не любят. Все корнеплоды не любят свежего навоза. Ни одна из этих культур. Потому что, если вы будете давать свежий навоз, ну, при их посадке, корнеплоды, значит, появляются там червячки, то есть, вредители появляются. Корнеплоды разветвляются и теряют товарный вид. Подкормить, например, коровяком их можно, но это тоже только поздние корнеплоды. А вот у нас свежий навоз ни в коем случае нельзя. Значит, многие, опять же, допускают такую ошибку. Значит, все эти корнеплоды, когда высеваются, просто сеют в обычную землю. А вот этого делать тоже нельзя. Надо взять, сделать родочек и родочек посыпать мелом. Ну, таким слоем где-то 1-2 миллиметра. Присыпали родочек мелом. После этого землю надо уплотнить. А уплотнить землю мотя то ли рукой мотя уплотнить, то ли палкой, то ли тяпкой, плоскорезом. В общем, земля должна быть плотная. И вот на это плотное ложе надо высевать наши семена корнеплодов. Не забываем, что все свеклы из одного зернышка дают много ростков. В отдельных сортов может быть их до 6. Но новые сорта, замечу, что, как правило, уже дают только один росток. А такая многогнездность характерна для старых сортов свеклы. Поэтому такие старые сорта свеклы мы высеваем на расстоянии где-то 4 сантиметра друг от друга. Ну, морковку мы съем погуще, потому что она всходит не так быстро, не так хорошо. В открытом грунте ее всходит где-то 40%. Но все равно стараемся, чтобы расстояние между семенами было хотя бы сантиметр. Семянышка от семянышка. Вот. Редиски и редьки мы съем, чтобы расстояние между семянышками было уже 5 сантиметров. Все равно нам потом придется делать прореживание, удалять лишнее растение. Вот. Что происходит, если мы посеем гуще? Значит, нам не удастся вырастить ни хорошего корнеплода свеклы, ни хорошего корнеплода морковки, ни хорошего корнеплода репы. Потому что растения сразу, которые растут в заглушении, они как бы начинают реагировать, начинают бороться за жизнь и сразу обыскают святоносы. Вот в чем ошибка. Посеяли густо, а урожай собрали очень малый. И растения начинают расти, стремятся цвести, а не стремятся давать нам хороший урожай, то есть продукцию. Эти культуры очень хорошо растут на гребнях, как я заметил. То есть когда есть над ними рыхлая земля. Гребни сделать на градке очень легко. С тяпкой с двух сторон подтянули почву, это гребень, по центру гребня посеяются семена этих культур. Посеяли, они у вас прекрасно будут сходить, прекрасно будут расти и дадут хороший урожай. Так что поняли, по корнеплодам самое главное не заглушать, выдерживать расстояние при посеве семян, выдерживать расстояние между цветущими растениями и не спешить с их посевом, особенно культур, которые теплолюбивы или могут перейти застрелковаться. Соблюдая эти несложные правила, вы будете иметь хороший урожай. Смотрите наш канал, смотрите более подробные ролики по выращиванию отдельных культур на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok